Увидев большое скопление техники экстренных служб в центре Одинцова, многие могли подумать, что спасатели вновь приехали на вызов из-за звонка телефонного хулигана. Спешим успокоить. 13 ноября злоумышленник был задержан и не будет больше сеять панику среди горожан. А вся эта спасательная техника съехалась на учение. В рамках всероссийского командно-штабного учения по гражданской обороне, которое проводится с 17 по 19 ноября по всей Российской Федерации, в Одинцовском муниципальном районе у нас отрабатываются определенные задачи и мероприятия, которые предусмотрены организационно-методическими указаниями с правительством Московской области. Степень готовности спасателей к экстренным ситуациям оценил глава района Андрей Иванов. Он ознакомился с техническими характеристиками машин экстренных служб, проверил спасательное оборудование, снаряжение для защиты от радиации, готовность эвакуационного пункта к принятию населения. В целом спасатели достойно выдержали экзамен, а чтобы до конца убедиться в готовности экстренных служб, глава поставил задачу провести учение не в теории, а на практике. Тут автобус не пришел, здесь свечка не зажглась, потому что ей 200 лет, тут пара не нашлась. Вот нам эту тему как-то надо с вами продумать и смоделировать, и потренироваться. В нашем районе безопасности уделяется особое внимание, тем более сейчас, в период повышенной террористической угрозы. Спасатели оснащают новым снаряжением и современной техникой. Стало лучше, то есть мы получили новую машину, нам дали, мы очень довольны этим. Я думаю, народ, люди, которые у нас живут в районе, тоже довольны этим. То, что у нас нормальный автомобиль, нормальная техника теперь в районе есть, имеется, которую мы грамотно используем профессионально, то есть обучены все, постоянно практикуемся, постоянно тренируемся на базе, то есть части своей. Итак, следующий этап учений – отработка спасательных мероприятий на практике. Они продлятся до 19 ноября, а работа по развитию сил гражданской обороны будет идти постоянно. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».